Вот баня, рубленная, значит, кедр сосна. Задача была, значит, сделать печку, которая с управляемым климатом. Это, скажем, непосредственно топливник, да, относится к то месту, где идет сжигание топлива. По школьнику можно обратиться к системе расчетов вторичного дожига, фибра. Это такая вот волосистая часть, да, которая создает, как бы, микроарматуру, да, то есть армирующие волокна, да. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы приехали к мастерам, к Алексею Ткаченко и к Александру Валентиновичу Кутузову. Ребят делают банную печку, сейчас как раз стадия, там, вершения топки, да, там, все эти нюансы. Ну, самое интересное, да, самое интересное. Да, мы вовремя приехали, сейчас как раз позаписываем, и, Александр Валентинович, расскажешь нам вкратце, как нам все выглядит. Мы там недавно в кино как раз про банную печку снимали, но тут все так же, только по-другому. Только по-другому. Все так же, только по-другому. Здравствуйте, ребята. Ну что, пройдемте, посмотрим. Пойдемте в баню. Вот баня, рубленная, значит, кедр сосна, это баня сруб, да, то есть. И задача была, значит, сделать печку, которая с управляемым климатом. Это примерно, как мы снимали камин с вентилируемой топкой, да, то есть примерно то же самое, но только вот по-другому и в бане. Пойдемте, гляньте. Пойдемте. Ну вот, опять, здравствуйте всем. Добрались мы до нашего интересного экспериментального полигона, да, то есть под романтическим названием печка, да, то есть печка банная. Ну что, значит, это баня, да, то есть вот тут и комната отдыха с бассейном, значит, ну здесь, понятно, прихожая. Здесь вот, где печка стоит и внутренняя часть, это парилка предполагаемая, да, то есть справа от печки будет моечная душевая кабина стоять и там коллекторный узел. Печка по задачам должна быть регулятором климата в парном отделении, да, то есть поэтому, поэтому изначально ее поставили на шанцы. Шанцы это вот там внизу, где мы стоим, да, то есть вот каналы, то есть под печкой, да, они вот здесь вот есть вот и с той стороны, из-под полка. И поддувало, то есть воздух заходит под шанцы из парильного отделения и используется для горения, для основного горения и для вторичного дожига газов, то, что, ну, принято называть вторичкой, да. Значит, для этого был устроен вокруг поддувала основного кольцевой канал, в который распределены, да, вот здесь вот. Вот он проходит вот здесь, вот контурный. Вот, сейчас покажем. Да, сейчас топка на сухую тоже. Ну, это сейчас, да. То есть, мы, кстати, все нюансы, мы ее набилили, только осталось собрать. Да, осталось собрать, то есть выровняли углы сечения каналов. Значит, вот здесь имеется поддувало, да, то есть, которое разводит воздух, ну, как и на всех наших печках, в общем, это высшая история. Из-под шанцов воздух поступает, собирается в коллектор, из коллектора разводится в кольцевой канал, который идет по периметру топки, по периметру топки в кольцевой канал. Ну, значит, и из этого кольцевого канала он поступает в топочное отделение для горения и поступает в катализатор для дожига газов, да. Значит, это катализатор, который вот собранный в топке в перевальной части топочного пространства, вот где колосники, да, вот здесь. Это, скажем, непосредственно топливник, да, то есть, то место, где идет сжигание топлива. Имеются колосники, да, то есть, это колосниковая печка с колосниковым горением. Воздух подается через поддувало, которое имеется в фасаде, ну, то есть, это обычная классика, да. И по, вот здесь вот канальчики, значит, по 9 квадратных сантиметров, по 10, 3 штуки, 30 квадратных сантиметров сюда, 30 сюда. Да, подается в боковые для подмеса, для подмеса, чтобы обеспечить хорошую скорость движения вот в этом щелевом канале, который, ну, имеет размеры 2 сантиметра. То есть, вот потом они выходят вдоль стены? Да, вдоль стены. За шамотом? За шамотом, да. Они уходят вот сюда, вот колосниковую зону, и сюда? Из-под колосника, то есть, которая забирается вот отсюда, газы, воздух, да, свежий, то есть, из комнаты отдыха, он тоже используется для горения, то есть, для вторичного, да, то есть, поступает в кольцевой канал. Но он подмешивается к тому воздуху, который забирается из-под шансов, да. Ну, то есть, они в один канал стекаются. Да, но здесь сечение, сечение всего 30 квадратных сантиметров на три канала в одну сторону, и 30 квадратных сантиметров на вот три вот этих отверстия вправо-влево. То есть, по 30 квадратных сантиметров, это 60 в общей сложности. Поддувало, которое стоит вот здесь, шибер, имеет площадь 600 квадратных сантиметров, это шестерик, то есть, 25 на 25, да, то есть, ну, классическая задвижка. Лопатой, да, штыревая лопата, рубцовская, значит, площадью 600 квадратных сантиметров. То есть, и получается, что вот эти три канала и вот эти три канала в сумме дают всего лишь 10%, то есть, 60 квадратных сантиметров, да. От общего. От того поддувала, которое берется из парилки. То есть, это чисто воздух, который вот здесь быстро поступает, обогащенный там парами, значит, паром именно водяным от бассейна, да, то есть, ну, влажное помещение, потому что бассейн здесь, то есть, для подмеса. Вот здесь вот вторичный воздух у нас подается через систему в катализатор, через систему двойное ребро, да, то есть, что значит двойное ребро? Это кладка ребровая, кладка кирпича, где есть вот как раз тот самый кольцевой канал, 2 сантиметра, который идет из-под шамцов, из-под шамцов воздух поступает, значит, это вот в катализатор он сюда поступает. То есть, это же на дожик получается, да? Да, на дожик, на дожик. Значит, когда вот здесь происходит процесс горения, да, процесс горения, газы, горячие газы поднимаются кверху, да, горячие, которые уже сгорели и выделили большое количество теплоты, и обогревают ложи для камней, которые будут установлены двумя рядами выше, вот в этом периметре, да, то есть, облизывают, как бы, днище, да, этого ложа, да, дают температуру ему, то есть, максимально горячая часть. А которая недогоревшая часть, которая холоднее значительно, и которая содержит, ну, тяжелые, несгоревшие вещества, то есть, в том числе бензолы, парафины, анафталины и так далее, да, то есть, летучие протоядры сажи, они, значит, они не могут вот сюда взлететь, потому что они тяжелые, это более плотный поток. И он начинает вот сюда, значит, фильтроваться через вот этот катализатор. Здесь происходит, что уплотнение потока, да, горячих газов, но они, все равно они горячие относительно, так сказать, кирпичной вот этой кладки, и здесь они обогащаются кислородом, воздухом. Ну, они же догреваются, наверное, шамот нагревается. Шамот нагревается, нагревается, и газы подаются уже горячие, то есть, они не остужают факел, не остужают, которые отсюда газы поступают, а подогретым воздухом, то есть, и происходит эффективный процесс сгорания. Вот здесь... То есть, здесь огневой, наверное, выход, да, вот этот дожигается. Да, да, ну и катализатор, плюс еще служит тем, что он, как, ты рассекаешь факел, то есть, он не бьет в одну точку, летит, а бьет по всему периметру, то есть, ты его рассек тоже, как газовые горелки. Ну, тут, на самом деле, все интереснее происходит. При нагревании шамота, значит, от этого ядра, и нагревании воздуха, при выравнивании температур, то есть, некоторые из вот этих щелевых каналов схлапываются, то есть, через них газы перестают идти, то есть, они идут, все горячие газы идут только через перивал. Сюда только отдельные факелки именно недогоревших газов. Но мы сюда подаем воздух, предварительно обогащенный не только кислородом, но еще и паром. То есть, это потому, что у нас из парильного отделения, из-под пола, из-под пола. А есть какой-то расчет, сколько дает плюсам, вот эта вторичка именно, вот от этих сполохов, от дожигания? Такие расчеты имеются, то есть, можно обратиться к системе расчетов по школьнику, можно обратиться к системе расчетов вторичного дожига у Крыштоловича, то есть, история пищи строения, 1932 год, по-моему, у вас книжка в Печном мире как раз продавалась, Крыштолович, там есть, да, есть и дровяные печи Грунг Джимайла, еще есть книжка такая, тоже представлена. Пламенные печи. Пламенные печи, да, пламенные печи, да, пламенные печи, да, там тоже эти расчеты есть. Там тоже есть система расчетов как раз вторичного воздуха, система расчетов первичного воздуха, их соотношение. Почему здесь выбрано сечение каналов для подачи, ну, до обогащения воздуха, до подмеса, до подмеса вторичного воздуха, да, то есть, влажный воздух и относительно сухой воздух из парилки, да, то есть, как бы, мы их здесь смешиваем в пропорциях 1 к 9, то есть, да, то есть, ну, 10% сечения вот этих канальчиков, 10% от задвижки, которая берет воздух из-под поддуала. Вот, а за движка, которая берет воздух из-под шанцов 600 квадратных сантиметров, а площадь основной поддуальной дверки, то есть, основного поддуала, да, 350 квадратных сантиметров. Это вот, ну, 28 на 14, да, то есть, ну, стандартные сейчас дверки, которые большого формата, сейчас покажу. Безуи, да, то есть, ну, такая дверка, то есть, вот с таким посадочным 29 на 14, да, 350 квадратных сантиметров, У ней полный прозор, когда мы открываем дверку, да, вот, 350 квадратных сантиметров, вот это вот сечение. Что интересно, значит, смотрите, какие колосники использованы. Это колосник-катализатор, значит, рубцовского производства, литком, да, значит, делает компания. Это не реклама, это просто технологические особенности. Значит, колосник защищен от перегрева, от перегорания за счет того, что вот в эти канавки насыпается сюда сажа, ой, не сажа, пепел, пепел от углей, угольки мелкие, да, вот сюда насыпаются, они являются теплоизолятором, они являются лучевым барьером от тех углей, которые лежат здесь, то есть они дают красным лучам, красным лучам воздействовать на металл, да, и площадь как раз воздействующего лучевого на металл, видите, они как бы утонченные, да, то есть тоненькие, относительно вот обычных колосников, которые все толстые ламели у них, широкие, да, то есть они как раз имеют большую площадь соприкосновения с углями. И прогорают быстрее. И прогорают быстрее, да, потому что большая площадь соприкосновения с раскаленными углями, температура которых выше тысячи градусов. Половина площади колосника, обращаю внимание, половина занята этими канавками, которые являются теплоизолятором, то есть они засыпаны пеплом, мелкой залой, угольками там и так далее, то есть они тепло не проводят, не передают, а снизу, снизу, из-под дувала, из-под дувальной камеры, снизу через них дренируется холодный комнатный воздух, то есть он эти колосники охлаждает, охлаждает. И вот за счет того, что у них вот эта утонченная штучка, ну, то есть ребрышки, да, такие более тонкие, чем в обычных колосниках, они охлаждаются более эффективно. Два колосника на эту топку использованы, да, два, потому что прозор вот этих колосников, относительно обычных, тех же самых, неважно, визуи, рубцовских, литкомовских, там, или рублитовских, то есть неважно, какие колосники, они все, в принципе, одинаковые примерно по формату и стандартные, да, то есть разных только размеров геометрических, да, там прозор тех колосников больше в единице вот этой площади, здесь, допустим, 230 на 300, да, то есть размер, ну, грубо говоря, 690 квадратных сантиметров, а прозор при этом всего 180 квадратных сантиметров, при таком же формате других колосников рубцовских, допустим, там прозор колосниковой решетки соответствуют поддувальной дверке, то есть 300 квадратных сантиметров. Вот поддувальная дверка 300 квадратных сантиметров, рубцовская, допустим, ну, обычная, которая вот так вот за щелочкой открывается, 300, не 350, и прозор колосниковой решетки тоже 300 квадратных сантиметров, Здесь всего 180, поэтому в этом топливнике, который имеет объем 110 литров, использовано два колосника, чтобы обеспечить вот эти самые пресловутые 360 квадратных сантиметров подачи воздуха в зону колосникового горения. При разгорании факела и наборе температуры где-то 400-500 градусов в топливнике, когда появляется устойчивое горение и начинается первичная углификация поверхностного слоя топлива, открываем шибер и подаем воздух из парилки. Он поступает у нас вот сюда, поступает вот сюда и поступает вот в эти вот самые, вот в эти вот из кольцевого канала, которые здесь есть, через щели между ребрами, поступает в среднюю часть факела. В среднюю, то есть та часть факела углей, точнее вот здесь лежит слой топлива, которое уже через колосник воздух прошел и он отдал свой кислород для углификации вот этой зоны. То есть здесь уже газовоздушная смесь, которая есть, она обедненная кислородом и она гореть уже в принципе не может. Балластные газы, да, то есть недогоревшие балластные холодные, и они догореть в принципе не могут, потому что кислорода больше нету, ему неоткуда взяться. И вот мы вот отсюда, с этого места подаем сюда свежий воздух, чтобы вот эту среднюю часть, среднюю часть факела, которая уже лишилась на колосниках кислорода, дожечь, дожечь. Дальше, то что у нас недогорело вот здесь в средней части факела, при скорости движения от 3 метров в секунду, вот в эти щелевые каналы, когда он сюда начинает фильтроваться, скорость увеличивается, потому что чем канал уже, тем выше скорость движения потока в нем. Значит, здесь вот имеется 5 щелевых каналов, да, площади, значит, 120 квадратных сантиметров, топка 110 литров, объем катализатора, прозор катализатора 120 квадратных сантиметров или 75% от колосниковой решетки. Ну, это, в принципе, если вы хотите, то есть можете заглянуть в систему расчетов Грук-Жемайла или по школьнику можете посчитать, или по Шепелеву, то есть неважно где, то есть везде примерно схематически, так сказать, есть алгоритмы расчетов соотношений топлива, то есть топливника объема, прозороколосниковой решетки и сечения каналов, да. Имеется камера дожига, вот, после катализатора, вот камера дожига, которая составляет 2 трети объема топливника, то есть 110 литров, вот это вот 80 литров. То есть здесь дожигаются? Да, да. То есть когда вот эти недогоревшие газы прошли через катализатор, часть перевалилась через хайло, ну это догоревшие с высокими температурами, с высокими скоростями, перевалились. А здесь, которые недогоревшие, фильтруются через катализатор и догорают уже здесь непосредственно. То есть они догорают, выделяют теплоту и расширяются, соответственно. Им нужно место для расширения. Поэтому объем вот этой камеры, в которой происходит дожиг, он должен иметь физическую величину, скажем так. Если мы закладываем, ну грубо говоря, 50-60 литров топлива, ну в объеме, объем топочного пространства здесь будет 110 литров. То есть три четверти, камера дожига минимальная, должна иметь размеры в колосниковом топливнике. Три четверти от, ну это эмпирическое такое, можно вычислить по форме, ну поверьте на слово. Три четверти от объема топливника, это камера дожига. Значит вот 80 литров здесь мы обеспечили. То есть вот этот объем 80 литров, чтобы газом было не тесно, не тесно. Когда они догорят и расширятся, чтобы им было где вместиться. То есть как ресивер это работает. Дальше они соприкасаются со стенками камеры дожига. И вот тут все интересно. Вот есть каналчик 40 квадратных сантиметров. Есть вот здесь щелевой канал, да. И отверстие, отверстие в приемный колпак. Для чего? Наиболее горячая часть газов, которые здесь догорают, то есть они выделили температуру, они горячие. Они расширяются, они приобретают дополнительную энергию, им куда надо деваться. Здесь у нас, конечно, есть объем, который их вмещает. Но за счет вот этого расширения, парциальное давление на стенке увеличивается в процессе догорания. И вот здесь есть форточка, куда они могут свободно сбрасываться. То есть не перегружая вот этот самый ресивер. То есть перетекать в соседний объем, который больше значительно по размеру. Значит, здесь это колпак, отопительный щиток колпакового типа. Там газы заполняют вот это среднее пространство. Он, конечно, немножко убогонький, вот в этом исполнении, в данном. Потому что здесь не стали ставить рассечки. Потому что задачи увеличения теплоемкости не было. То есть и заказчик об этом сказал. То есть прямо, да. Так бы можно было поставить еще две рассечки сюда дополнительно. Вот такие вот, как здесь, да. Отграничить для увеличения теплоемкости. Но заказчик сказал, что этого делать не надо. То есть пусть будет равномерная температура. Хорошо. А вот здесь канал на плате. Теперь, камера дожига, это камера, где происходит догорание и создаются условия высоких температур. Красный кирпич высокие температуры выдерживает, так сказать, ну, выдерживает, выдерживает. Иркутский кирпич выдерживает хорошо. Но другие кирпичи выдерживают не очень хорошо. Поэтому стенки, стенки камеры дожига обязательно, мы, во всяком случае, не знаю кто как, то есть кто как хочет, да, мы обязательно футируем. То есть вот стенки топлива, стенки камеры дожига, красные стенки из красного кирпича, зафутированы. Значит, это специальный состав, скажем так, керамический клей, керамический клей с керамической фиброй. Мы вот видим, что футировка отодвинута, отодвинута, значит, от наружной стены. Для чего? Чтобы лучше прогреть наружную стенку, потому что эта стенка, ну, в парилку, и она безударная, безударная эта стенка. Чтобы ее догреть, значит, мы отодвинули футировку для восприятия удара, так сказать, теплового от красной стены. И оставили прогар, чтобы тоненькие небольшие струйки горячих газов туда заходили и опускались. Если мы посмотрим, внизу там есть хайло. Хайло приемная или подвертка, как правильно назвать. Горячие газы, попадая вот сюда в канал, опускаются вот в этом щелевом канале и выходят внизу, вот здесь, в общий коллектор, подворачиваются туда и внизу заходят в этот приемный колпак. Таким образом, вот этот угол, который обычно не догревается ни в каких печках, я могу гарантировать, мы можем гарантировать, что он будет вот с этого места, со второго ряда, греться до 70-80 градусов, начиная со второго ряда от пола. Такая же конструкция сделана и на внутренней стенке вот этой самой камеры дожига. Та же самая отступка, 5 сантиметров. То есть мы отсюда запускаем горячие газы. Некоторые захватываются, уходят вот в это отверстие, вон туда, в колпак. А некоторые, другая часть газов, ныряют туда вниз, соприкасаясь с более холодной, вот эта стенка остывает и ныряют вниз, уходят вниз. И захватываются в нижней подвертке, заходят в нижнюю часть колпака. И получается везде равномерно. То есть за счет вот такой вот круговой циркуляции, то есть вот мы газы и стопки вот так закидываем, и они у нас вот так расходятся. Наиболее горячая фаза, да? Там, соприкасаясь с наружными стенками, опускаются вниз, собираются в коллекторе и уходят в колпак приемный, да? В отопительный. И еще одно отверстие здесь есть. Оно для чего? Значит, здесь есть еще одно отверстие. Максим Николаевич глазастый, все секреты увидел. Есть еще один. Такое отверстие в топочном пространстве из топливника в приемный тепловой щиток называется байпасом. Это для запуска наиболее горячих газов, значит, для разгона, да? То есть для запуска печи, если нет летнего или растопочного хода, очень позитивная вещь. То есть мы небольшую струйку горячего топочного газа запускаем сразу в колпак. Мы направляем туда не самую горячую фазу топочных газов, не самую горячую, а только та, которая горячее, чем то, что есть в колпаке. В колпаке, допустим, если 250 градусов, 300, мы отсюда сбрасываем, как бы по формулировке Игоря Викторовича Кузнецова, балластные газы, то есть которые имеют температуру 400-500 градусов. Они вредны для топочного, так сказать, объема, они остужают факел. Они не догорели, они факел остужают, поэтому мы их направляем туда. Ну и при интенсивном горении, плюс вот этот байпас тоже может схлопнуться. Да, и происходит что? Вот здесь у нас идет кольцевой канал же, да, с воздухом. Я прошу обратить внимание, что я не просто так туда скидываю топочные газы, не догоревшие, из середины факела. То есть вот я уже показывал зону углификации, где происходит, да, то есть первичное горение зоны углификации. Здесь воздух, который фильтруется через колосники, теряет кислород, теряет. И вот эта часть факела, она уже бескислородная, она нейтральная, то есть она уже не горит. То есть это смесь газов, которые полусгоревшие. А здесь, когда я их направляю вот туда, в колпак, да, я их направляю через кольцевой канал, который подает воздух нам. То есть они дожигаются. Да, и они дожигаются уже в том, они дожигаются вот после прохода через вот эту форсунку, так же, как и здесь, дожигаются вот тут. Про ванну, вот, ну, понимание, что было, чем перекроется топка, потому что вот ту же камеру дожига, да, и ванна, которая будет стоять, про нее показать именно, что будет устанавливаться именно над этой топливной частью. Значит, здесь все просто. Значит, печка, вот эта печка, да, то есть по задумке, ну, это концепция, скажем, куринских печей, да, банек куриных. Первоначально она была прямоугольная в целях облегчения, так сказать, отливки, но потом оказалось, что прямые углы в отливках при термических напряжениях очень быстро лопаются и рвутся. Поэтому теперь она вся круглая и оборудованная ребром жесткости, то есть высоким, чтобы как раз укрепить и защитить. И вся она вот, вся, ни одного острого угла на ней нету, вся она округлая. Вот, смотрите, вот здесь топливное пространство у нас, топливник, вот здесь у нас катализатор стоит, вот здесь, то есть катализатор находится на уровне дна, на уровне дна вот этой чаши. Дожигает вот эту часть, нагрев тоже не найдет. Да, вот это вот часть, 6 сантиметров проскок, да, то есть хайло основное 6 сантиметров. И вот здесь, на этой части, мы вот видели, там 15 сантиметров сверху, да, то есть вот здесь, вот здесь располагается вот так вот катализатор. То есть через него газы фильтруются и проходят под ванну, под ванну заполняют вот это вот пространство. Здесь они догорают, увеличивают температуру, а здесь основной факел проходит, вот который с топки прямо поднимается вверх. Он греет вот эту часть ванны и прижимаясь вот здесь к этой части, греет вот эту часть ванны. И все, он температуру свою отдал, а вот эту часть он догреть не может. Поэтому вот здесь вот, в этом месте, если вот так повернуть, находится катализатор, который дожигает газы и увеличивает температуру этих дымовых газов вот в этом месте, внизу. Когда топочные газы прошли вот здесь, под хайлом, они отдали свою температуру вот сюда и вот здесь на перевале, на перевале, в хайловом перевале, отдали свою температуру, все, они потеряли температуру. И вот эту нижнюю часть им греть уже нечем. Поэтому катализатор помогает догреть нижнюю часть каменки. Получается, по итогу, когда мы установили ванну, мы получаем чистую каменку? Мы получаем чистую, да, печка по чистому, получаем чистый, хороший, качественный фар. То есть парилка с абсолютно управляемым климатом. Значит, количество воздуха обмена регулируем шибером, который есть внизу. Воздух забирается с подшанцов. Здесь будет установлена вентиляционная труба, так называемая, баста. Здесь будет нашита три слоя картона, то есть вентиляционными каналами. То есть так же будет все в блин? Все как обычно, все по-кутузовски. По-курински, по-кутузовски. Концепт у нас близкий, что у куриных, что они бумагой в своей парилке обживают. Мы в Сибири живем, нам бумага тоненькая, кажется, мы картоном. У нас картон, три слоя картона. То есть вентзазоры, вентиляция наружной стены, чтобы она не прела, не гнила. И вентиляция парилочного помещения у нас и пол, и потолки. В этом смысле у нас концепты схожи. То есть и направление движения. Ляхов Владимир Николаевич, помнишь, пытал меня? Говорил, нарисуй мне цикл полный. Вот отсюда зашло, отсюда вышло. Вот полный цикл. Нарисуй, откуда заходит, куда выходит. Все время пытал. Ну, я ему нарисовал эту схему. Он успокоился, больше вопросов не задает. Ему привет. Ляхов Владимир Николаевич. Очень скучаем. Большой привет. Да, очень скучаем, любим. Много полезных советов дал. То есть и в частности, в части, да, вот концепта по круговой вентиляции парильных помещений. То есть он очень много лет эту проблему изучал. Ну и мы подсели на... Но он бы не поддержал чугун. Чугун. Чугун бы не поддержал. Не поддержал. Потому что железо, ионы все равно при кипячении, особенно если вот внизу кипятить воду, то есть ионы железа все равно выхватываются при кипячении паром и выносятся, то есть в атмосферу. Про право туда... Александр Валентинович уже говорил про это. Это та же самая фулькировка. Это керамический состав, керамический клей термостойкий, да, с термостойкостью до 1200 градусов. Станет делать раствор? Нет, готовый берем. Готовый берем? Готовый берем. Геркулес, плитонит, то есть как бы терракот. Что под руку подвернется, что есть в пешном мире на данный момент, то и берем. А снова вот эти как? Вы футировали волосочки. Его разбавляем, разбавляем дополнительно, чтобы уменьшить прочность, так сказать, ну, чтобы он не был хрупким. Добавляем немножко песка, немножко добавляем мыло и добавляем фибру стекловолоконную или стекловолоконную фибру или азбест. То есть это вот такая вот, вот такая штука, фибра, это такая вот волосистая часть, которая создает как бы микроарматуру, да, то есть армирующие волокна. Работает как арматура, то есть она делает раствор волокнистым. Вот здесь вот на этом видно, на углах. А остается он приятный, пышный, когда мягенький. На углах вот видно, вот он на волокнах висит, смотрите. То есть он никогда не треснет, то есть он растрескивается, вот он висит, а здесь вот он висит, его надо снимать, отрывать, то есть вот он на волокнах. А при отсутствии фибры, ну, раньше и сейчас тоже, добавляю азбест, то есть спучиваю азбест и азбестовое волокно добавляю. Ну, он также у нас точно работает. Работает то же самое, он спучивается, когда те же самые, не переборщить, да, иначе начинает стрелять. Стрелять начнет, как шифер, да, ну, шифер из азбеста делает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова